Сегодня я, хотя вроде бы воскресное собрание, но я собираюсь взять довольно непростую тему. Я, может быть, не совсем привычно для воскресения, возьму побольше мест священного Писания. И давайте откроем в начале притчи 20 главу. Слово Божье говорит, есть рабы, а есть цари. И что интересно, порой должность человека и то, кем он является, не совпадают. Неслучайно в притчах Агур перечисляет мерзости, от которых трясется земля, и самая первая мерзость – это раб, ставший царем. Поэтому Киплинг даже на это стихотворение написал «Три вещи в дрожь приводят нас, четвертый не снести». В Великой книге сам Агур их в список поместил. Все четверо проклятья ад, но все же в списке том Агур поставил раньше всех раба, что стал царем. То есть царство настоящее – это не позиция. На царском, на президентском, на премьер-министрском, там, не знаю, канцлеровском кресле может сидеть обычный раб. То есть человек, который занял должность царя, но мыслит как раб. И в то же самое время может быть простой человек, который внутри себя является настоящим царем. Поэтому экклезиасты и говорят, что зло, которое он видел под солнцем, рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. То есть раб, он и на коне раб, а царь, он и пешком является царем. Поэтому Ломоносов в свое время и говорит, малый человек, велик и в яме. Извините, великий человек, велик и в яме, а малый, малый на горе. То есть важно, кто ты есть, кто ты есть. И поскольку Иисус в Слове Божьем назван царем царей, а не царем рабов, мы понимаем, что мы должны внутри себя быть настоящими царями. И порой нам кажется, ну вот мы пришли в церковь, мы сказали молитву покаяния, мы родились свыше, все, мы уже цари. Ну тогда почему мы ведем себя еще по-рабски? И как не вести себя по-рабски? И вы знаете, в Слове Божьем, когда мы читаем о настоящем царстве, есть словно две опоры, на которых стоит царский престол. И вот в притчах 20 главе, 28 стих, смотрите. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Милость и истина, и милостью поддерживают престол свой. И я еще прочитаю 16 притчу, 12 стих. Мерзость для царей дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятный царю уста правдивый, говорящего истину он любит. То есть смотрите, и милость, и истина, правда, да, еще ее называют здесь, утверждает царский престол. То есть это как две большие опоры, на которых восседает царь. Я смотрел здесь, в Ветхом Завете, вот это значение слов милости и истина, правда. Я смотрел как в еврейском тексте, в масоретском, так и в септуагинте, в переводе Ветхого Завета на греческий язык. И вот истина, правда, означает, если это расширить, надежность, твердость, правдивость, истинность, постоянство, верность, искренность. То есть понятия такие, на которых можно положиться. То есть то, чему ты можешь полностью себя доверить. Истинность, твердость, правдивость, надежность, постоянство, верность, искренность. Милость в расширенном понимании этих слов, как в еврейском, так и в греческом тексте, это милосердие, доброта, жалость, сострадание, сочувствие, подаяние. То есть это как бы сострадание, оказание добра, милости человеку, который находится в жалком состоянии. Причем в значении, что этот человек тебе за это не может даже воздать. То есть ты даешь какой-то дар без ожидания расплаты за этот дар. Просто по своей милости. И вот я специально смотрел Слово Божье и Слово Милость и Истина вместе встречаются во многих местах Ветхого Завета. Особенно в Псалмах. Очень много. Именно Милость и Истина. Милость, Милость и Истина. Получается, если хотим мы быть царями, наша жизнь тоже должна стоять на этих двух ногах, двух опорах. Милость и Истина. И казалось бы, знаете, такие простые вещи. Ну давайте вот посмотрим. Самое первое понятие. Истина, да? Я еще раз повторю. Истина – это надежность, твердость, правдивость, истинность, постоянство, верность, искренность. Качество, на которое ты можешь полностью положиться. И вот давайте прочитаем книгу Иисуса Навина, вторую главу. Прочитаем историю. Вы знаете, когда мы приходим в церковь, у нас часто черно-белое мышление. Черное-белое. Добро-зло. Плохо-хорошо. Когда мы начинаем читать Библию, мы видим, что в Библии очень много разных оттенков. Вот почему, я думаю, апостол Павел увещевал христиан не просто букву изучать. Потому что буква убивает в том числе христиан. Сколько сражений, когда разные там пастыры друг с другом сражаются. Один одну букву выдвигает, другой другую букву выдвигает. И все из Библии. А кажется, противоречит одно другому. Точно так же, когда люди начинают читать Библию, вначале так все хорошо, хорошо, хорошо. И вдруг ты сталкиваешься с моментом, когда тебе кажется, что одно местописание или одна история Писания противоречит другому месту Писания. И тут же много разных атеистических книг, которые говорят, ну, видите, в вашей Библии противоречия. На самом деле, если мы берем только уровень буквы, да, можно что-то в Библии найти противоречивое. Но если мы с вами следуем совету апостола Павла видеть Дух Писания, то это нас приводит к единению, к пониманию Слова Божьего, вот именно во всей целостности. Именно это мы стремимся сделать, вот сейчас на наших библейских курсах, о которых вот сегодня Женя Зимин рассказывал. И не просто преподавать букву. Сегодня немало в интернете разных там курсов библейских, и немало книг, которые, читая, которые можно неплохо изучить букву Писания. Но чтобы понять Дух Писания, необходимо не просто Библию читать, но познавать того, кто это слово нам дал, это слово нам сказал. И вот смотрите, мы говорим про истину с вами и прочитаем историю, о которой вот среди христиан немало споров, причем мнения бывают очень разными, потому что мы видим, что да, Бог есть истина, Иисус – путь истина и жизнь, да, дьявол – отец лжи. А вот эта история как? Иисус Навин, 2 глава, ну, с первого стиха будем читать. «И послал Иисус и Навин, и сетима двух саглядатаев тайно, и сказал, пойдите, осмотрите землю и Ерихон. Юноши пошли, пришли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, вот какие-то люди из домов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек, тех, и скрыла их, и сказала, «Точно, приходили ко мне люди, но я не знал, откуда они». Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли. «Не знаю, куда они пошли, гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах сена, расположенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы, ворота же тотчас затворили, после того, как вышли и погнавшиеся за ними. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в раб, в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, как поступили вы с двумя царями аморийскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали, об этом ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделаю вам милость, так вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них. И избавите души наши от смерти. Эти люди сказали ей, душа наша вместо вас, да будет предана смерти, если вы не откроете всего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. Ведь опять менялась истина вместе. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. Вот это знаменитая история про Рав-блудницу. И мы знаем, что когда израильтяне завоевали, захватили Иерихон, то она была спасена, и все ее родные, которые были в доме, были спасены. И не просто спасены, но стали частью израильского народа. И даже Раав стала одной из прапрапрапрабабушек нашего Господа Иисуса Христа. И в его родословной называется и ее имя. Более того, мы видим, что Раав дважды упоминается в Новом Завете и оба раза как положительная героиня Ветхого Завета. Вот смотрите, в послании к евреям в 11 главе, 31 стих, говорится, «Верую Раав блудница с миром приняла соглядатаев, и, проводив их другим путем, не погибла с неверными. Видите ли, что человек оправдывается делами...» Извините, Иаков 2 глава, 24 стих, второе место, где упоминается Раав, и опять-таки с положительной стороны. Иаков 2, 24. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верую только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» То есть, мы видим, что в Библии нигде Раав не осуждается, она стала частью Божьего народа вместе со своими родными, она стала одной из прабабушек Господа Иисуса Христа, и автор послания к евреям и апостол Яков, упоминая ее в своих посланиях, пишут о ней с положительной стороны. И в то же самое время мы понимаем, что Раав же солгала. И вот тут начинается непонимание, а как так? Ведь в Библии неоднократно говорится об истине, все, что там не от истины, и все, что против истины, Бог это ненавидит. И в то же самое время такое отношение к человеку, которая была неправа. И это не единственное место в Священном Писании, когда люди получали благословение, но при этом не делали или не говорили правды. Например, история, когда, помните, фараон повелел всем повивальным бабкам в Египте уничтожать младенцев мужского пола, которые рождались у евреев. Помните? И повивальные бабки не послушались фараона, они спасали тайна мальчиков и при этом врали фараону, что когда они приходили, было уже поздно, что так быстро рождают еврейки, что они просто не успевают убивать младенцев. Обман. Мы видим Авраам, который солгал царю, что его жена Сара, это его сестра, чтобы тоже как бы отвести от своей жизни опасность. И возникает вопрос, а как же так? Ну как же так? Мы должны быть правдивыми, мы должны быть истинными, но при этом мы видим в Библии примеры, когда люди обманывали. Когда люди говорили неправду. И если мы с вами посмотрим на нашу жизнь, то мы тоже признаемся, что мы не всегда же говорим с вами правду. Но я признаюсь вам честно, иногда я говорю неправду и не чувствую никакого осуждения. Что я сделал что-то не то, и мне надо каяться. Иногда я говорю неправду и чувствую осуждение. А иногда не чувствую никакого осуждения. Например, вот приходит к тебе ребенок твой и показывает тебе рисунок, который он нарисовал. И говорит, папа, как тебе мой рисунок? И если, например, ты возьмешь его рисунок и посмотришь, и ты очень честный и правдивый, и ты говоришь, дорогой мой, ты не художник. То, что ты намалевал, это просто ерунда какая-то. Это не Шишкин, это не Воснецов, это просто мазня. Конечно, если, может быть, ты будешь учиться и тренироваться, ты будешь рисовать хорошо, но шанс не такой уж и большой, поэтому я тебе советую, оставь это дело и не переводи бумагу. Это было бы, может быть, правдиво, правда же? Но я ни разу так не делал в своей жизни. Я беру их рисунок и говорю, слушай, какой ты молодец или какая ты молодец. Ну как ты все просто нарисовал. Давай, молодец, старайся. И ребенок уходит окреленным, а я не чувствую никакого осуждения, что я что-то сделал не то или сказал не то. Хотя, если быть строгими, я сказал неправду. И он не молодец, и это невеликая живопись. И таких случаев немало в жизни происходит, правда же? Подобных случаев. Я до сих пор помню, как было одно собрание, и мы говорили о жертвенности, мы говорили о даяниях. Я помню, я шел в собрание, уже закончилось, и уже после собрания ко мне подходит женщина, и просто видно по ее одежде очень бедная, очень бедная. И она подошла ко мне, и обычно, когда такие люди подходят, ты всегда ожидаешь, что они что-то будут у тебя росить. Особенно после проповеди о жертве. Такие тут же приходят и начинают требовать жертву. Но это был другой случай. Она подошла, и она достала из кармана пальто какой-то сверток, и там были какие-то такие мятые булочки, и пару каких-то конфеток. И она так посмотрела на меня, и говорит, пастор, у меня очень мало чего есть, но я так хочу что-то вам хорошее сделать. Возьмите, пожалуйста. И дает мне этот пакет. Я отлично понимаю, что я не буду это есть. Но когда я взял этот пакет, то знаете, у меня слезы были на глазах, и я сказал, спасибо большое, я принимаю это. Спасибо, это очень хорошая, очень добрая вещь для меня. Мне это так надо. И ушел. Если быть строгим, Виктор, ты обманул ее. Скажи ей правду, ты это не ешь. Ты вообще конфеты и вкусные булочки практически не ешь, а такие никогда не ешь. Ты же обманул. Но странно, я внутри себя не чувствовал никакого осуждения, что я что-то сделал не то. хотя если быть буквоедом, я сказал неправду. И я думаю, что у каждого из вас есть немало примеров, когда вы, прямо скажем, поступали по неправде, но ваша совесть вас не осуждала. Я понимаю, что это довольно опасная тема, потому что есть люди, для которых ложь это норма жизни. Он говорит, о, Виктор, точно, точно. И я тоже не чувствую никакого осуждения. Но это может быть осуждение, потому что у тебя вообще совести нет никакой. Там нечем у тебя осуждать. Ты просто бессовестный лгун, который всегда, знаете, любит эту иезуитскую присказку, что цель оправдывает средство. И ты думаешь, вот у меня великая цель, поэтому буду врать, обманывать, воровать и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что любое слово в проповеди можно исказить, но тем не менее, все-таки мы же видим в Библии, да, истинною утверждается престол, но всегда ли является истиной говорить вот все, вот все нужно рассказать. ведь, помните, сам Иисус, сам Иисус учил, не давайте вашего жемчуга псамы, не бросайте ваше сокровище свиньям, помните? и мы видим, что Иисус так поступал, он далеко не на все вопросы давал ответы, правильно же? Не на все вопросы давал ответы, часто, когда Пилат его спрашивал, он просто молчал, почему правду не сказать? или более того, мы видим, ему задавали фарисеи и стадыки, помните, лукавые вопросы, и он же ведь тоже бы позволительнее давать подать кесарю, но он же должен, как бы, они же имели в виду нечто конкретное, а он так, Богу Богову, кесарю кесареву, в смысле, красиво вывернулся Иисус, ну по сути, он же вывернулся, он же не дал прямого ответа, он ответил на вопрос, который у него внутри был, как же так тоже? Более того, если мы вообще посмотрим с вами на дела Господа, вот в Слове Божьем, мы видим, что порой даже Бог как-то не совсем правдиво поступал, например, вот смотрите, когда Бог сказал пророку Ионе, что он уничтожит Неневию через 40 дней, помните? как вы думаете, Бог знал, что Неневитяне покаются, и он простит и не разрушит город? Знал. Бог знает все. Но тем не менее, он подбил пророку Иону солгать. Ведь этого же не случилось, и Бог об этом знал, что это не случится. Однако он сказал, иди Иона и скажи. Говорит, ну там же они покаялись. Ну же Бог же ведь знал, что они покаются, и что город не уничтожит. Однако сказал Ионе пойти. Иона даже, помните, огорчился, когда люди покаялись, и город остался цел. Он говорит, Бог, ты что меня вруном сделал? Помните, он там сел огорченный. Ты сказал, что их разрушит, я уже сижу, жду, а ничего, нет, ты их помиловал. Я вруном оказался. Но в итоге, Господь, это же ты соврал, ты же меня подбил на это дело. Ты же, Господи. И тут смотрите, Псалом 24. То есть смотрите, получается, Бог все равно использовал даже вещь, которую он заранее знал, что не будет. Для чего? Чтобы воздействовать на сердце неневитян. Правильно же? И это подействовало. Псалом 24, 8 стих. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути, Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. То есть смотрите, для Бога настоящая истина неразрывно связана с Его милостью. Почему? Я не случайно сказал, что престол стоит на двух столпах, как вот мы на двух ногах. и если мы берем только один из столпов, легко уйти в крайность. Если ты говоришь, вот истина, и так должно быть, и ты всем говоришь правду, там и детям своим, что они никакие не художники, и это все мазня, и всем людям правду, потому что ты такой правдивый, то ты что-то не понимаешь. Всегда, когда мы читаем какие-то примеры, где вроде бы Бог отступает от правды, или какие-то герои Библии отступают от правды, мы видим, за этим всегда стоит милосердие. Божье милосердие к Неневе, или милосердие Раав к этим двум соглядатым. Я опять-таки хочу сказать, что, ну, знаете, для искреннего все искреннее, для лукавого все лукаво. Люди лукавые могут из этого взять такой для себя урок, ну, продолжай врать. Нет. Истина Божья это не то, что ты врешь и врешь и врешь, но есть моменты, есть ситуации, и мы видим как в нашей жизни, так и в Священном Писании, когда милосердие связано с тем, что ты вроде бы даже как-то ведешь себя не совсем так. Ты скажешь, пастор, а как понять, как разобраться в ситуации? Ведь плоть же всегда оправдывает ложь. Как понять? я думаю, драгоценное не случайно. Слово Божье говорит нам, что все водимые Духом Божьим суть цены Божьей. Некоторые думают, что Бог нам дал Библию, инструкцию, где описано все, где повернуть налево, а где повернуть направо. Но в действительности мы видим, что порой в жизни возникают такие ситуации, где мы не совсем понимаем, куда нам повернуть. И мы читаем Библию и тоже конкретного ответа тут не видим. Поэтому так важно знать автора Библии, так важно быть знакомым с Духом Святым, который направит, как написал апостол, научит вас всему. И, конечно же, мы должны быть в истине, мы должны быть правде. Но Бог покажет некоторые ситуации, что ты будешь дураком, если ты на рисунке твоего малыша будешь говорить правду, как она есть. Поэтому есть ситуации такие. Знаете, что интересно, когда читаешь книги того времени, например, Сократ считал, что нормально, когда ты лжешь другу, который собрался совершить самоубийство, если твоя ложь, его останавливает. Или он еще говорил, что справедливо ложь полководца, который хочет вдохновить солдат, говоря им о том, что идет подкрепление, хотя подкрепления нет. Платон писал, это знаменитое, я думаю, многие знают, что врач ради блага пациента может не всегда говорить ему правду. И, это, конечно, пасторные, это греческие философы, но когда мы читаем ранних учителей церкви, таких как Климент Александрийский или Ориген, они полностью принимали такую позицию Платона, и они даже цитировали его, что да, ради блага можно пойти и не говорить пациенту всю правду. И что интересно, были такие случаи, конечно, не скажешь, что каждый случай такой, но были случаи, когда пациент думал, что у него намного более легкое заболевание, и он так настраивался на исцеление, что это помогло ему преодолеть даже болезнь, которую врачи считали неисцелимой. Скажешь, пастор, как так? Не знаю. Не знаю. Но мы должны жить в истине, истиной утверждать престол, но при этом помнить, что истина не означает всем и всегда и постоянно как и есть резать правду матку. Так. И примеры Библии, и примеры нашей жизни об этом свидетельствуют. И жизнь в Духе помогает нам различать разные ситуации, чтобы не превратиться в лгуна, который оправдывает всякую свою неправду примером блудницы Рааф. и в то же самое время знает, в каких ситуациях не нужно говорить всего. И кто из нас упрекнет людей нашего времени, когда вот, я помню, рассказывали дедушки и бабушки эти случаи, когда им там приходилось кого-то прятать, евреев прятать, когда прятали, партизан прятать. И фашистам лгать, что их нет. Кто упрекнет их? И эти люди, они рассказывали об этом как о героическом поступке, а не как о позорной лжи. И мы читаем это точно так же, понимая, какому риску они подвергались. Но почему у нас нет осуждения? Мы видим, за этой якобы ложью стоило что? Милосердие. Поэтому драгоценное, чтобы понять, что такое истина, истина, опять-таки, когда мы видим ее в Библии, она не всегда укладывается в наше понимание белого и черного. Истина всегда связана с милостью. И вот смотрите, 84-й Псалом говорится, милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются. Вот что происходит. Вот должна быть эта встреча. Поэтому престол хоть на одном столбе, хоть на другом только, будет непрочным. Необходимо оба. И они словно дополняют друг друга, укрепляют друг друга, как истина, правдивость, истинность, верность, надежность, так и милосердие, сострадание, жалость. А любая из этих вещей, взятая в отрыве от другой, могут сделать нас совершенно не людьми воли Божьей. Поэтому смотрите, всегда вещи, когда нам кажется, в Библии, вроде бы отступлали от правды, однако Богом они вообще не осуждались, эти всегда вещи связаны с определенной милостью. Не с желанием наживы, не с желанием выгордить себя, не с желанием вот, а именно с милосердием. Поэтому смотрите, второе понимание милости, второй столб, милость, на котором утверждается царский престол. Есть известная история из прошлого, как к одному императору пришла женщина и просила даровать жизнь ее сыну, который был осужден на смертную казнь. На что император ей ответил, твой сын недостоин прощения, потому что зло его велико. мать же сказала, я понимаю, что мой сын недостоин прощения, но я прошу вас помиловать его. На что император опять возразил, ваш сын недостоин милости. Тогда женщина сказала, а милостью никто достоин и не может быть, потому что милость это не награда, это не воздаяние, милость это незаслуженное прощение, незаработанное добро. И когда император услышал эти слова, он помиловал ее сына. И мы видим в Библии, что милости Господней полна вся земля. Мы об этом читаем в псалмах, мы об этом поем. Также в псалмах говорится эти знаменитые слова, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. И он превозносит милость даже выше жизни. Мы помним Иисус, когда фарисею упрекали его за то, что ест и пьет с мытарями и грешниками, сказал им на это в ответ, не знаете, пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, помните? Милости хочу, а не жертвы. Апостолы, например, Иаков, они писали, что милость превозносится над судом. Ну и, конечно, наверное, для меня одна из ключевых притч Иисуса о милости, это Евангелие от Матфея 18-я глава. Давайте прочитаем эту притчу. 21-й стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал «Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему «Не говорю тебе до семи раз, но до семи жди семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланясь ему говорит «Государь, потерпи на мне, я все заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. То есть не только согласился потерпеть, простил. Раб же тот вы, я нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, сватив его, душил, говоря «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, умоляя, говорил «Потерпи на мне, все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, увидев происшедшее, очень огорчились и придя рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? и разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешении его». Вот вы знаете, не случайно один древний мудрец сказал, что молодое все оно гибкое и податливое, а старое оно такое сухое, несгибаемое. И он говорит, пока ты податлив и гибок, ты молод и жив. Я вот обращаю внимание, когда вот в детстве или в ранней молодости мне было намного проще прощать. Как-то я, ну, простили все. А вот с годами бывает прощать становится сложнее. Думаешь, подожди, ну вот он же так поступил как-то вот, это же неправильно. Внутри ты понимаешь, Бог тебе говорит, прости его. А ты думаешь, простить-то я прощу, но он поступил неправильно. Я, к сожалению, когда ко мне приходят люди, верующие люди за советами по разным ситуациям, иногда отмечаю, что очень часто в жизни происходят такие вещи. Вот человек живет, живет, и вот в его жизни там нормальная радость, он христианин, у него мир в сердце. пока что-то не происходит болезненное для него, может быть предательство, может какой-то обман, кто-то его обманул, может кто-то его подставил, в общем происходит какая-то ситуация, которая очень больно по нему ударяет. И хотя все Писание нас учит прощать, но внутри у тебя нет никакого желания простить этого человека. И если прощения нет, то вся жизнь меняется. Люди, не простив, не помиловав, со временем теряют радость, теряют мир. И я иногда видел людей, которые не простили что-то важное в своей жизни, эти люди преображались до неузнаваемости. Я помню, когда, это уже было много лет назад, из другого города приехала семейная пара в нашу библейскую школу учиться. и муж нашел себе подработку здесь в удобное время, потому что у нас же учеба в дневное время, с утра и до обеда. Вот не так просто найти, но он нашел там настройки, где он работал. И вот он там работал и его обманули. Не заплатили. Он пришел ко мне и говорит, что Виктор делать там? Я говорю, ну старайся там как-то по правде, по суду. Он говорит, да я там был не оформлен, у меня вроде бы юридически никаких прав нет. Что делать? Я ему сказал, ну если ты не можешь поступить по суду, по правде, ну тебя другой путь только помиловать. Он говорит, я не могу миловать. Они обманули меня. Я сделаю все. Я там с бандитами свяжусь. Я накажу этих людей. Я с ним стал разговаривать. Говорю, понимаешь, что этот путь тупиковый. Но этот человек все больше и больше разгорался местью. Через какое-то время его жена приходила на библейскую школу, а он уже не приходил. Все реже и реже. И когда я его видел где-то на собрании, у него были взлохмаченные волосы. Я говорю, как у тебя дела? Он говорит, пастор, я решу эту ситуацию. И знаете, его как заклинило, что ли, он должен отомстить. Он говорит, как они поступили так со мной? Они не знают, с кем они связались. Через некоторое время, знаете, вот такое чувство, что человек буквально стал одержим этой местью. Он сам изменился, лицо изменилось. Там конец очень был печальный, там у него и семья развалилась, и он христианство оставил. Человек полностью, я помню, какими они приехали, я помню, каким он стал после своего непрощения. Потому что, когда мы кого-то не прощаем, мы прежде всего себя же наказываем. Нет мира, нет покоя, нет радости. И вся твоя плоть говорит, как же, это несправедливо, это несправедливо. Я всегда на это отвечаю. Дорогие, если вы взываете к справедливости, зачем вам нужен Новый Завет? Для справедливости достаточно Ветхого Завета. В Ветхом Завете все по справедливости око за око, зуб за зуб. Но Новый Завет как раз и принес эту главную весть. Есть нечто выше справедливости, и это милость. Поэтому в Нагорной проповеди Иисус, вспоминая справедливые слова Ветхого Завета, говорит, написано око за око, зуб за зуб. А Я говорю Вам прощайте врагов Ваших, благословляйте проклинающих Вас, благотворите ненавидящим Вас, и так Вы будете детьми Отца Вашего Небесного. Вы знаете, это удивительно, есть ли для тебя достаточно справедливости, ты вообще не христианин. Христианство это и есть весь о чем-то высшем, большем, о милости, которая превозносится над судом. Сколько я видел семейных пар, где люди приходили, вроде бы все у них хорошо, но что-то было в прошлом, и кто-то так и не смог простить другому. И вроде бы время прошло, ситуации изменились, а отношений у них близких нет. Почему? Непрощение. Я говорю, тебе надо простить, пастор, ну, он же сделал несправедливо. За что? Я понимаю. Но милость это проявление блага незаслуженное. Неслучайно Иисус сказал эту притчу, что царь простил своему рабу большой долг, а он, этот раб, не простил своего товарища, который был должен ему мизер. Эта притча ясно показывает, царь, бог, раб, это ты, а твой товарищ, это тот, кто сделал тебе какое-то зло, или обманул тебя, или занял, не отдал, взял почитать книжку, потерял ее. Мы часто говорим, что спасенные люди, это люди, которым прощены грехи, по милости Божьей, и это так. Но беда, когда мы себя ощущаем просто прощенными грешниками. О, нам простил, и мы радуемся. Да, Бог тебя простил, но поймите, это только половина дела, причем самое главное впереди. Мы не просто прощенные люди, мы не просто помилованные люди, верующие, это те, кто должны преобразоваться в образ своего Бога, то есть не просто получить прощение, но перенять характер твоего царя. не просто получить помилование, но научиться самим быть милостивыми. Если ты просто получил от Бога прощение, но не научился у Него милосердию, ты вернешься в старую темницу, об этом притча. Мало довольствоваться тем, что Бог сделал для тебя, ты должен в себе теперь проявлять характер Бога в отношении других людей. Не просто быть помилованным, сам стать милующим, не просто быть прощенным, сам стать прощающим. Я отлично понимаю, дорогие, что есть ситуации, где это очень трудно, когда внутри тебя боль, когда внутри тебя все клокочет, когда ты думаешь, ну я не могу, как он так сделал, я ничего не понимаю, я не могу его прости, я не могу его помиловать, потому что это что он сделал, переходят всякие границы. Поэтому ты ходишь в церковь, царь простил тебя, но ты остался рабом, а раб не пребывает в доме вечно. Кто пребывает? Сын. Так написано апостолом Павлом. Кто научился у своего отца его чертам. И ты сам милыш, сын царя, сам царь, а царский престол строится на истине и на милости. И вот уметь быть человеком милостивым, прощающим человеком. Вы знаете, когда я вспоминаю, что только мне не пришлось испытать. Я думаю, каждому из вас сколько ваш адрес было несправедливости, а? Сколько лжи. когда ты хочешь делать лучшее, а люди обвиняют тебя в худшем. Бывало у вас такое? Я помню, когда мы много-много лет собирали деньги для покупки здания церкви. Годы шли, здания не покупали, годы шли, здания не покупали. Когда я призывал в церкви к жертвенности, мы сами, я и вся наша команда служителей, мы сами прежде всего были жертвенными. У нас там были урезанные зарплаты, у нас было очень непростое для нас финансовое время, и для моей семьи, и для всех. И когда я говорил о жертвенности, я сам стремился быть таким человеком для здания церкви, для покупки здания церкви. И вдруг появлялись люди, которые говорили, о, мы деньги собираем, не первый год, а здания нет. Наверное, пастор их себе присваивает. И когда я такое слышал, мне хотелось сказать, вы что? Во-первых, у нас такая бухгалтерия очень строгая, кто сталкивался, тот знает, перед ними все от охранника до пастора подотчетные. И там очень трудно что-то взять. Я, по крайней мере, не знаю как. У нас строгая отчетность. даже когда у нас бывает молодых сотрудников принимают, а у них там плюс-минус сто рублей. Они говорят, ну тут плюс-минус сто рублей мелочь. Когда бухгалтерия говорит, у нас пастор за каждый рубль отчитывается, а для вас плюс-минус сто рублей мелочь? Потратили забыли? Нет. И вот зная все это, зная, что всякие проверки, которые проходила наша церковь, нам ведь нередко говорили, что у вас самая лучшая чистая бухгалтерия и всех религиозных организаций Екатеринбурга. И нам это очень приятно было. Но находили же такие типы в церкви. И когда мне говорили про это, знаете, все внутри думаешь, ах вы так, ах ты так. И когда ты что-то делаешь жертвенное, а тебя обвиняют в корысти, хочешь сказать, ну все, хотел быть хорошим, извините. И вот все равно простить этих людей, хотя они не бегут к тебе каяться после того, как вы купили здание. И мы думаем, пастор, хорошо, прощу, если он вот раскается, в соплях, в крови, приползет на коленях, я скажу, ладно, прощаю. А он ходит с довольной улыбочкой и не торопится каяться. Но милосердие это твое качество должно, оно должно идти из тебя. Милостью Господа полна вся земля. Милостью Господа не просто шейкмана семь полно. Бог говорит, вот тут милость моя, тут верующие люди, а там у них, у нас тут хорошо, тепло, лето, а там у них холодно, дождь, гроза, молнии бьют. Нет. Бог является милость всем, понимаете? и своему народу и вообще всему человечеству. Как Иисус говорил, солнце восходит и над злыми и над добрыми, правда же? И Он это сказал не просто, чтобы показать, какой великий Бог. Он говорит, вы будьте сынами Отца вашего небесного. То есть являя милость, являя прощение. Ты скажешь, ну пастор, ну это же такие плохие люди. Да пойми, к хорошим-то и не надо являть милость. Но именно к плохим и надо. кто тебе плохо сделал, кто тебя обманул, кто тебя там подставил, кто тебя предал, кто про тебя гадости говорил, сплетни распускал. Вот их и надо прощать. Кто тебе что-то должен? Прощать и миловать. Прощать и миловать. Если мы этому не научимся, мы не сможем сохранить семейную жизнь, семью и любить в ней всю жизнь. Мы не можем сохранить дружеские отношения. Ведь не случайно говорят, настоящий друг это тот, с кем ты съел соли, то есть когда ты переходишь через трудности, когда ты вдруг видишь его, а он видит тебя не очень достойными порой. Это бывает. Но все равно простить, миловать и продолжать и продолжать думать лучшее друг от други. И быть таким не просто в юности или в молодости, когда прощать легко, а всю свою жизнь. Вы знаете, моя бабушка, которая была доктором медицинских наук, профессором она, такая была женщина, она была очень сильная и очень волевая. Когда она там работала в ОММЭ, там страх наводила на сотрудников. Меня всегда что удивляло в моей бабушке, особенно последние годы, когда мы жили с ней вместе, я очень рад, что Бог дал мне вот это время в последние годы жить с ней вместе. обычно не хотят, а у нас это было и я очень рад, потому что я многому учился. Вы знаете, до последних лет моя бабушка, которая во много раз старше меня, могла прийти и сказать, слушай, я вот там была не права, прости меня, пожалуйста. Она просила прощения у меня своего внука. Мне бывает очень трудно просить прощения у своих детей, когда я понимаю, что перегнул. Вот знаете, бывает, вот ты что-то положил, а оно пропало. То есть не лежит там. Ты вызываешь всех на ковер, всех детей и говоришь так, быстро верните, что там это, кто взял. Обычно это зарядка телефона, которые нужны всем. И у всех они поломались, а у тебя она одна. И ты ее прячешь. И ты прятал, а она пропала. И ты понимаешь, кто-то заряжал свой телефон. Ты вызываешь всех, говоришь, кто брал, и все говорят, мы не брали. Тогда ты начинаешь допрашивать с пристрастием. Начинаешь давить авторитетом. они не 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 гневаться и злиться. Тогда начинаешь им говорить, что ты не будешь делать, что ты не купишь, и куда они не поедут. За то, что забрали твою зарядку, хотя ты написал на холодильнике заповедь папину зарядку не забирать. Не втыкать свои телефоны, кто-то забрал. И в общем все заканчивается, все кричат, что ты неправ, ты кричишь, что вы все обманываете, все разбегаются, у всех плохое настроение, ты возвращаешься в свою комнату и вдруг видишь, открываешь тумбочку, а там зарядка, и ты вспоминаешь, что ты ее сам переложил, потому что ты хотел перепрятать. Но ты только что в гневе и со властью всем сказал, какие они, что это, и они говорили, папа, может быть, ты сам куда-то переложил, ты говоришь, нет, и ты вдруг понимаешь, что ты ее переложил, и пойти попросить прощения у детей своих, знаете, как трудно, как в в этом детском стихотворении папа вазу опрокинул, кто его накажет, это к счастью, это к счастью, все семейство скажет, но а ежели к несчастью это сделал я, ты разиня и растяпа скажут про меня, как бы все равно папа опрокинул вазу, это все к счастью, а вот если он это сделал, и вот пойти попросить прощения, плоть говорит унизишься, а дух говорит это возвышает тебя, понимаете, это возвышает, явить милость, явить милость, проявить эту милость, и не потерять это качество с годами, знаете, мне так коснулось, когда я читал повесть Чехова, скучная история, и там вот такие слова от лица человека, потерявшего милосердие, вот послушайте, маленький отрывок зачитаю, самое лучшее, самое святое право королей, это право помилования, и я всегда чувствовал себя королем, то есть безгранично пользовался этим правом, я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево, и такое мое отношение к людям, я знаю, воспитало всех, кому приходилось быть около меня, но теперь уже я не король, во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам, в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, которых я не знал раньше. Самое лучшее, самое святое право королей помилования, это право есть сегодня у президента нашего, право помилования, королевское право, и пока ты милыш, ты король, но если ты допустишь в своей жизни однажды ситуацию, которую ты не покроешь милостью, когда ты не простишь, незаметно, как вот сказано у Чехова, в душе твоей начнут вить гнездо другие чувства, и постепенно, постепенно ты весь изменишься, ты весь исказишься, причем возможно даже ты прав, ты справедлив, да с тобой поступили подло, да тебя подставили, но радости нет не у них, а у тебя нет, мира у тебя нет, ты становишься вот таким сухим и жестким, легко ломаешься, поэтому драгоценное сколько бы ни было нам с вами лет, время идет, годы бегут, важно, чтобы в душе нашей продолжал жить младенец. Знаете, я как-то видел одну скульптуру, сделанную на пляже, где как бы из металлических конструкций сделаны мужчина и женщина, сидящие спинами друг к другу, а внутри них сделаны такие дети, которые тянутся друг к другу, то есть сами взрослые сидят спинами друг к другу, а дети внутри них тянутся друг к другу, и когда вечер, эти скульптуры освещены, а дети, они просто как из лампочек состоят, они все горят, и вот такие темные скульптуры, разобщенные, и два ребенка внутри, которые тянутся друг к другу, пока мы будем доверять нашей взрослой справедливости, там прочему, прочему, мы никогда не сможем примириться, но если мы доверимся тем детям, о которых и говорил Иисус, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, дети, которые милуют, которые прощают, вы знаете, будучи все взрослей и взрослей внутри, остаться добрым, милосердным, прощающим, это черта настоящего Царя, такими мы с вами должны быть, если ты доверишься этому своему внутреннему ребенку, как в одной песне поется, что угодно можно простить, если ты сердцем захочешь, что угодно, царское качество, наше милосердие, которое мы проявляем друг к другу. И потому, насколько в нашей жизни присутствуют две эти неразрывные вещи, истина и милость, мы можем судить, кто мы, рабы или цари, потому, что в церкви под одним куполом сидят как те, так и другие. Как те, так и другие называют себя христианами, прощенными Богом. Однако, одни поступают по-рабски, а другие по-царски. Независимо от погон, независимо от регалий, зависимо от сердца, которое внутри них. И в самом конце я прочитаю несколько мест, где даются обетования для тех, кто утверждается на милости и истине. Смотрите, притча 16 глава 6 стих. Милосердием и правдою очищается грех и страх Господен отводит от зла. Когда у нас милость и истина, милость и правда, грехи очищаются. Пока мы помним все, не забываем, не прощаем, мы так и не убираем грехи. 21 притча, 21 стих. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Вот почему псалмопевец говорит, что милость лучше, нежели жизнь. потому что когда у тебя есть милость, правда, жизнь будет и слава будет. И 39 псалом, 12 стих. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня, милость твоя и истина твоя, да охраняют меня непрестанно. Видите, что милость и истина очищают грех, охраняют тебя на твоих путях и даруют тебе жизнь, правду и славу. Милость и истина черта настоящего царя. Ты можешь жить в маленькой квартире, ездить на общественном транспорте, иметь не самую большую зарплату, но быть настоящим царем. И ты можешь жить в роскошном доме, иметь крутую тачку, ездить несколько раз за границу в отпуск, а быть рабом, обычным рабом. И Библия говорит, что настанет момент, когда все настоящее откроется. Раб, он проявит себя как раб, и все увидят, что он раб, и его не скроют ни дверцы лимузина, ни шикарная обстановка коттеджа. Раб, он раб и есть. А царь, в какой бы яме он может быть не находился, как бы скудно он не жил, но если он царь, он найдет и жизнь, и славу. Царское сердце раскроется так же. поэтому мы выбираем кто мы с вами. И не нужно прятать себя за словом христиане. Это очень общее слово. Когда мы говорим христианин, это ничего не значит. Ничего не значит. Христиане бывают настолько различными. Важно помнить, как Библия говорит, вникай в себя и в учение. А я кто? И главные критерии две вещи. Истина. Поступаешь ли ты поистине? И являешь ли ты милость? Этим утверждается царский престол. расскажем... Тог